Добрый день, друзья! Давайте сегодня поговорим о практике узелок и как правильно ее выполнять. Зачем она вообще нужна? Это практика, которая помогает вам остановить внутренний диалог. По сути, остановить поток мыслей. И делается это очень быстро. Не надо веками сидеть под баобабом. Не надо ездить в ашрамы и выполнять кучу ненужных действий. Практика изумительно работает, если вы просто будете использовать физиологические возможности своего тела. Что делаем? Садимся удобно в кресло и начинаем расконцентрироваться. Для расконцентрации нам надо во внимание взять как можно больше точек в своем теле. То есть мы берем стопы, икры, ног, колени, бедра, живот. Проходим внимание. Можно туда-сюда походить по телу. И чувствовать тело. Мы полностью уходим в чувствование. Не в думании, а в чувствовании. И в момент, когда мы загрузились, следующая точка внимания – это будет челюсть. Она должна быть расслаблена под закрытым ртом. И с этим вы провалитесь еще глубже. Можно еще сделать дыхательное упражнение, глубокий вдох и медленный выдох. И в какой-то момент, что вы почувствуете, что все у вас идет в теле расслабление и успокоение. После этого вы мысленно проводите нитку между вашими ушами. Из одного уха в другое. Так раз и ниточка. И по центру этой ниточки у вас представляется, что есть узелочек. Он завязан. И теперь вы все внимание свое внутреннее переносите на этот узелок. И держите внимание на узелке. Держите, держите, держите. Минуту, две, три. В какой-то момент вы четко начнете замечать, как мысли входят в вашу голову и выходят. И вот вы за мыслями уже наблюдаете. А внимание на узелке. А мысли входят и выходят. Держите еще пару минут. И в какой-то момент вы замечаете, что вы можете сказать мыслям стоп, развернуть, и они уйдут. И в какой-то момент еще через минутку у вас в голове наступает звенящая тишина. Вот этой тишины вы и добивались. В принципе, упражнение занимает где-то 5-7 минут до достижения полной тишины и остановки внутреннего диалога, если вы его выполнили правильно. Счастливой тренировки, друзья! На самом деле, представление о том, что остановка внутреннего диалога открывает доступ к информации, это всего лишь представление, которое не соответствует действительности. Но в нем есть правда, да? Все по закону парадокса. Действительно, если у вас в голове постоянно тараторит программа ума или эго, либо и то, и другое вместе, то доступа к информации вы однозначно иметь не будете. Так или иначе, этот диалог придется останавливать. А дальше уже тренировки по поводу работы с информацией. А вообще, больше материалов вы можете узнать на нашем русскоязычном канале, канал Натальи Зайцевой, либо же на нашем новом канале, где сейчас размещаются все наши стримы, новые и новые материалы. Это наш новый канал, канал платформы Сабришин. А вы можете на него перейти, зарегистрироваться и просматривать наши видео и на русском, и на английском языке. Там все обновления теперь у нас идут с нового канала. До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч!